друзья всем огромный привет сегодня у нас пятый урок курса lightroom от адая и сегодня мы поговорим про пакетную обработку фотографий и сохранение пресетов по окончании этого урока вы овладеете практически всеми базовыми знаниями по обработке фотографий и вы уже можете себя считать уверенным пользователем lightroom а впереди нас ждет несколько практических занятий и далее мы уже продолжим оттачивать наше мастерство обрабатывая фотографии различных жанров портретная фотография пейзажная фотография food фотография макро фотографии так далее так что устраивайтесь поудобнее сегодня урок у нас не длинный но очень интересный моих фотографий для урока вам не понадобится сейчас вы можете открывать свои фотографии и работать по этому уроку уже со своими изображениями итак друзья пару слов о пакетной обработке вообще для чего она нужна ну соответственно пакетная обработка само название говорит о том что мы можем за один раз обработать сразу много фотографий сэкономив на этом огромное просто количество времени которое так дорого в наши дни и пакетная обработка фотографий подразумевает то что вы применяете единый алгоритм к нескольким к десяткам или к нескольким десяткам фотографий и тут нужно учесть один момент данный алгоритм необходимо применять к фотографиям которые вы снимали в одинаковых условиях если вы будете применять общий алгоритм в пакетной обработке фотографий используя например дневную фотографию ночную то вы скорее всего получите просто ну неудовлетворительный результат поэтому пакетной обработкой пользуются как правило именно тогда когда необходимо обработать фотографии схожие по цвету по снятые в одинаковых условиях и так давайте приступим как вы уже обратили внимание у меня внизу фото пленки есть фотографии которые сняты с одного места и первым делом что нам с вами необходимо сделать это сделать отбор фотографий то есть мы не будем обрабатывать полностью всю фотосессию а мы отберем именно те снимки которые мы будем использовать дальше либо передавать нашему клиенту если это ваши личные фотографии то загружать их куда-то в соцсети или хранить для просмотра в семейном домашнем альбоме и так далее по предыдущим видео уроком вы уже знаете что в light room есть такая функция как фильтр и вот они находятся вот здесь вот в этом окошке сейчас у нас фильтр выключен и для того чтобы нам отфильтровать фотографии мы с вами проставим рейтинг рейтинг может выглядеть в виде звездочек или виде флажков это все сделано для того чтобы делать многоуровневую фильтрацию в этом нет ничего сложного вы в этом разберетесь сами если у вас очень много фотографий с которыми вы работаете вам наверняка понадобится и звездочная фильтрация и флажочная если вы не работаете с громадным массивом изображений то вы будете скорее всего пользу например ну только звездочками ли только флажками как уже вам удобнее как приятнее работать тут никакой принципиальной разницы нет итак давайте я отберу самые лучшие фотографии а чтобы это сделать я буду их просматривать например первую фотографию я пропущу потому что здесь идет подготовка к фотосессии мальчику так вот прикрыл глаза у нее такой сонный вид эта фотография будет мной пропущена переходим дальше и вот я также рассматриваю дальше изображение давайте я вот эту фотографию сохраню для этого я на клавиатуре на калькуляторе нажимаю кнопочку 5 и вот у меня появилась надпись присвоить рейтинг 5 а внизу загорелись 5 звездочек все я дальше стрелками перелистываю фотографию просматриваю и таким же образом присваиваю рейтинг давайте сохраним это изображение вот это мне нравится фотография вот эта фотография ну и дальше продолжать не будем принцип вы поняли дальше для того чтобы нам эти фотографии вывести в отдельное окно в отдельную панель мы переходим фильтр и вот здесь вот кликаем с оценками соответственно здесь у нас есть условия мы можем выбрать например только пятизвездочные фотографии и так далее с рейтингом больше или равен меньше или равен тут все достаточно просто теперь я перехожу к первой фотографии я ее выделяю я эту фотографию буду обрабатывать как я ее обрабатываю я показывать не буду потому что в этом нет смысла мы уже с вами обработку изучили и давайте мы просто пропустим шаг обработки через заставку итак друзья я обработал фотографию мне такая обработка понравилась и я сохраняю пресет для того чтобы в дальнейшем использовать эти настройки для каких-то других изображений не обязательно может быть таких может быть снятых в других условиях может быть даже летом на многих фотографиях пресет будет смотреться замечательно на каких-то нет но вообще для данной всей этой фотосессии для съемки этой семьи я могу использовать этот пресет немного его дорабатывая и например уже когда солнышко зашло у меня там есть ряд после закатных фотографий я этот пресет доработав могу сохранить еще один пресет и так далее и теперь давайте перейдем непосредственно к пресету разберем что и как для чего там все это дело происходит и так у нас вот здесь вот есть панелька такой стиле нам необходимо кликнуть вот сюда вот на плюсик в вашем lightroom это может называться пресет может называться стиль это одно и то же я нажимаю создать стиль у меня появляется вот такое вот окно теперь смотрите друзья внизу две замечательные кнопки я могу снять все флажки вот они все исчезли и могу выбрать все вот они все появились это делается для того чтобы облегчить вам работу если вы например хотите сохранить пресет только по базовым настройкам вот соответственно снимаете флажки кликаете базовые настройки и сохраняете пресет только базовых настроек и к другой фотографии когда вы будете применять свой пресет соответственно у вас проявятся только базовые настройки а все остальные настройки которые связаны с кривыми с корректировкой цвета виньетирование все это применено не будет и здесь вы уже сами выбираете какие пресеты сохранять либо полностью с максимальным набором всех настроек либо с минимальным например выставляете флажки только связанные с настройкам цвета и когда вы будете дальше применять пресет вы примените пресет с базовыми настройками немного подрегулируете потом примените следующий пресет где используете настройки цвета можете сделать отдельно настройки всевозможные эффекты виньетирования это тоже достаточно интересно ну и так далее я же как правило чаще всего сохраняю пресеты в которых присутствуют практически все настройки но не все и вот почему сейчас я вам объясню и так я выбираю все кликаю вот сюда автонастройку я однозначно не включаю мне это не нужно это у меня автоматически будут регулироваться там баланс белого какие-то базовые настройки мне это не надо я все это делаю самостоятельно еще я всегда снимаю флажок обработка и профиль я это тоже подбираю всегда вручную это очень индивидуально на разных изображениях поэтому я это не задаю также у вас будут сложности если вы работаете с форматом raw и с форматом jpeg потому что у формата jpeg набор профилей ограничены и когда вы создаете пресет с набором профилей обрабатывая фотографию raw и выберите какой-то профиль который присущ только raw файлу то вы рискуете тем что ваш пресет не будет подходить под фотографии формата jpeg поэтому здесь я снимаю баланс белого это тоже очень индивидуально если даже вы снимаете в одном месте и снимаете на автоматическом режиме баланса белого выставленного на камере то баланс белого лучше регулировать после обработки и в пресете я его не применяю это все-таки индивидуально повторюсь и так баланс белого я снимаю также я и поступаю с экспозиции то есть я все базовые настройки не трогаю но экспозицию я снимаю далее друзья прежде чем создавать пресет нам необходимо выбрать группу то есть вы можете выбрать папочку куда вы собираете определенные пресеты например все пресеты которые обрабатывают дневную городскую фотографию или зимний семейный портрет как моем случае поэтому вы либо сохраняете существующую в какую-то вашу папочку либо соответственно выбираете новую группу и присваиваете название давайте я назову тест папочку создать теперь я присваиваю название пресета тут уже все зависит ну скажем так не только от вашей фантазии а старайтесь присваивать такое название которое в будущем вам поможет каким-то образом идентифицировать ваши настройки то есть можно называть на русском языке можно на английском можно цифровой код какой-нибудь придумать давайте я назову винтов 0 0 1 все и кликаю создать пресет и так пресет у меня создался вот у меня появилась папочка теста здесь у меня есть новый пресет теперь давайте я сброшу настройки изображения как сбросить настройки кликайте правой кнопкой мыши у вас здесь есть такой параметр как настройки обработки и кликайте сброс или у вас то может быть называться как-то сбросить все настройки ну суть вы поняли кликаем сброс вот все настроечки мне вернулись к первоначальному варианту также друзья не забывайте что отдельные пресеты по тоновой кривой вы можете сохранять вот здесь в этой панели и мы об этом говорили с вами в предыдущем уроке теперь вы умеете сохранять самый основной пресет и перед тем как перейти к пакетной обработки давайте я вам покажу один маленький прием если вы хотите этот пресет кому-то передать подарить или продать в конце концов то не обязательно идти там долго через системные папки искать место где лежат у вас пресеты наводите мышку на пресет нажимаете правую кнопку мыши и у вас здесь вот будет показать в обозреватель или показать в проводнике кликаете на эту кнопочку и вот он ваш пресет в виде файлика открылась папка и вы этот файл можете отсюда скопировать отправить по почте передать кому-то и так далее и как вы уже догадались по такому же принципу можно скачивать пресеты у других фотографов например у меня это же размещать их в папке они будут отображаться у вас вот в этой панели не нужно заморачиваться с каким-то экспортом там и так далее это делается все достаточно просто давайте закроем папку давайте применим теперь все-таки наш пресет к этому первому изображению фотография стала немного темно это потому что мы в пресете не сохранили параметр экспозиция и соответственно наша фотография не совсем так как мы ее обработали давайте мы экспозицию делаем фотографию посветлее вернем ей тот вид который я получил при обработке все пресет применен все достаточно легко и просто теперь перейдем к пакетной обработке фотографии итак друзья у нас выделено вот это вот фотография вы заметили что она светится в отличие от других давайте мы зажмем кнопочку shift если эта фотография не выделена обязательно выделите ее нажав левую кнопку мыши и теперь нажимаем на самую крайнюю фотографию и теперь увидите все фотографии выделились теперь кликаем синхронизировать теперь мы видим настройки похожие на пресет но здесь они более широкие мы выбираем те настройки которые мы хотим к этой фотосессии применить сюда я кликну уже дополнительно экспозицию я хочу чтобы моя экспозиция вот это вот посветлее применилась к этим ко всем изображением локальные коррекции если вы использовали обязательно снимите ну и присмотритесь внимательно к тем настройкам которые вы не хотите сохранять я как правило применяю все за исключением каких-то локальных изменений и обратите внимание что конечно же обрезка у вас тоже не должна быть активной галочки должны быть сняты и здесь также есть флажки выбрать все и снять все флажки все кликаем синхронизировать наши фотографии синхронизировались чем больше изображений тем процесс занимает немного дольше времени и да друзья так как вы применили общий алгоритм ко всем фотографиям то скорее всего вам придется их немного доработать но вам уже не нужно будет двигать абсолютно все ползунки базовые настройки цвета коррекцию вам достаточно будет поправить экспозицию например в данном случае я его сделаю чуть-чуть потемнее и сделаю чуть-чуть потеплее подвинув температуру в правую сторону и таким образом я пройдусь по каждому изображению на этой фотографии у меня видите сверху вот такой просвет между деревьями и небом но получился не очень такой симпатичный фотография выглядит немного рваной поэтому давайте мы сделаем кадрирование именно на этом изображении кликну как снято замочек замкнется я хочу оставить оригинальное кадрирование 4 на 3 применю 10 правила третей клика enter таким образом вы доводите до нужной вам кондиции все изображения и теперь нам фотографии необходимо сохранить и вы конечно же можете сохранять по одной фотографии но вы также можете сохранить фотографии пакет на полностью всем набором изображений которые вы только что обработали для этого также удерживая shift мы выделяем все фотографии кликаем файл кликаем экспорт или вызываем окошко нажатием клавиши control shift е у вас вываливается вот такое вот окно выбираете место в котором вы будете хранить ваши фотографии здесь вы можете создать дополнительно под папку поместив их туда также у вас меню предлагается переименовать в другие названия я это как правило не делают меня устраивают название именно такие которые моим фотографиям подарил фотоаппарат при съемке выбираем формат изображения jpeg выбираем цветовое пространство srgb качество 100 изменяем размер смотреть для чего опять если это инстаграм то это будет размер 1080 по короткой стороне кликаем галочку увеличить резкость выбираем в меню на экран если мы сохраняем изображение для сети интернет и для просмотра потом в каких-то соц сетях в мета данных я как правило сохраняю только авторские права водяной знак я не использую постобработка ничего не делать теперь друзья вот эти все параметры мы также можем сохранить в отдельный пресет нажимаем кнопочку добавить папки имя стиль я присваиваю название instagram instagram горизонт то есть горизонтальные снимки папку я могу выбрать либо по умолчанию либо создать свою давайте я создам свою папку назову ее мои пресеты и кликаю создать и следующий раз когда мне понадобится получить параметр сохранения для instagram горизонтальных фотографий я не буду эти настройки заново все выбирать я кликну выберу свой пресет возможно изменю папку еще что-то но основной набор параметров у меня уже будет выставлен и подготовлен к сохранению изображений и теперь кликаем экспорт ну вот друзья в этом в общем то и заключается вся наука как вы сами убедились ничего сложного здесь нет и теперь вы владеете всеми базовыми навыками при обработке изображений в программе adobe lightroom classic и теперь вы уже сами себе не скажете что я новичок теперь вы вполне грамотный пользователь lightroom с чем я вас и поздравляю но мы будем переходить к следующим урокам и усложнять наши задачи а на этом друзья урок сегодня закончился с вами был сержу и интерактивная фото школа арт фото life желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч на этом друзья все а если ты впервые на моем канале переходим в инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет подарок набор из моих 20 пресетов pack universal друзья надеюсь видео было полезным а лайк будет лучше для меня мотивации продолжать снимать для вас полезные интересные видео по обработке фотографий желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч